Доброе утро, Ханука Самаях. Сегодня все Ханука и недельная глава Микец, но вообще время Хануки это время чудес, время рассказов о чудесах, а меньше, так сказать, умств в ней. Поэтому сегодняшний наш рассказ о пессимизме. Начнем у вас со слов, замечательных слов Рави Мардыха из Ляховича, который сказал, что скепсис и пессимизм не приносят пользы, не пользуются спросом ни в этом мире, ни в следующем. Вот об этом надо запомнить. Расскажу один рассказ. Один Равин из Одессы зашел, увидел, как сыновья с младшей дочкой разговаривают между собой и рассказывают историю. Однажды устроили соревнование между лягушками. Они должны были проскакать по ступенькам огромного небоскреба и добраться до вершины высокой башни. Много людей собралось, чтобы посмотреть на эти лягушины и бегать, поддержать участников. Однако на самом деле зрители видели, что это невозможно, ни одна до вершины не доберется. И они все время кричат, ничего не выйдет, чего вы напрягаете, зря тратите время, башня огромная. Слышите возгласы, лягушки потихонечку начали вставать, вставать, отдыхать. И только одна из них, не обращая ни на что внимания, прыгала, прыгала, прыгала. Все кричат, жаль потраченного времени, не сможет никто, зачем. И несмотря на это, все сошли с дистанции, одна идет, идет. И вот одна победила. Все вокруг, корреспонденты, люди. Как тебе это удалось? Приблизились с ней. К большому удивлению увидели, что она глухая лягушка. Просто глухая. И Равин спрашивает у детей, а какой урок вы вынесли из этого рассказа? И один ребенок говорит, я думаю, что не стоит слушать пессимистов. Они просто лишают нас надежды на успех. А ты что поняла, спросил он у дочки. А я поняла, что слова, которые мы слышим или читаем, у них есть большая сила влияния у нас. И поэтому слушать только хорошие слова. Есть еще один вывод отсюда, из этой истории. Иногда даже небольшой недостаток может способствовать успеху. Вот теперь известная суббота, связанная с Микенцина, всегда связана с Хануком. Есть определенная связь, очевидно, между историей Иосифа в Египте и войной, которую вели Хашманаи. Но при чем отыскать эту связь, еще одна маленькая майса. Однажды евреи пожаловались ангелам. Всевышний обещал, что мы будем великим непобедимым народом. Он дал нам огромное количество оружия всякого в руки других народов. А у нас ничего нет. Как же нам выжить? В ответ на эту жалобу ангел сказал, когда Всевышний создавал животных, каждому из них он дал определенное оружие в борьбе за существование. Льву, силу огромную, тигру сильные, когти, орлу, крылья и так далее, змее, яд. И только маленькой овечке он не дал ничего. И спросил овца, а что делать? Он говорит, твоя сила, твои слабости. А как это понимать, спросил овца. Посмотри на этот кедр. Видишь, насколько он высокий, могучий, да? Видишь, да? А теперь посмотри тростничок. Вот растет маленький на берегу. Какой он маленький? Но в час, когда бушует непогода, что с ним происходит? Дерево вырывается с корнем, вот тростник гнется под напором ветра и остается целым и невредимым. Это значит, что жизнестойкость не всегда зависит от величины и мощи. Подобное евреи переживали в своей истории. Египет, Вавилон, Персия, Рим, все они были огромные и ослабели, и в конце концов утратили величие и исчезли. А беспомощные, слабые, какобы, да? Выско-то, или хотя у них не было ни боевых колесниц, ни слонов и так далее. В нашей недельной главе рассказывается о том, как Фарон видел сон, в котором съели коровы плохие на вид тощих и с телом там всем хороших, тучных. И поглотили колосья то же самое, худые, полные. Почему не поняли египтяне? Закон этого мира таков, что сильные побеждают слабых. В войнах, в бизнесе, в политике. Именно поэтому мудрецы Фарона не могли понять, как худые коровы могли поглотить толстых. Им не дано было осознать, что слабые могут победить сильных. И когда в Ханукальную субботу мы читаем нашу недельную главу, мы учимся понимать силу слабых. Огромная армия антиоха атаковала иудеи, и большинство было уверено, что все, пропало. В молитве, произносимой в Хануку, говорится, что Всевышний отдал сильных руки слабых, малочисленных руки немногих, нечистых руки чистых и так далее. Когда меньшинство стремится к высокой благородной цели, оно очень часто может победить большинство. Если справедливость на стороне слабого, он побеждает сильного. Так устроен этот мир, и так сказал пророк Захария. В своих ритях он что сказал? И мы это читаем во вторую субботу праздника Ханука. Ни могуществом, ни силой, но духом моих сказал Господь воин. И мы с вами, дорогие друзья, тоже выстоим, победим во всех испытаниях больших и малых, которые готовила нам жизнь. Обязательно, потому что так записано. Надо только помнить, что во всех нас скрыта огромная духовная сила. Надо верить в себя, не позволять пессимистам, которые иногда нас окружают, мешать нам жить. Укрепиться в вере, что Всевышний может все. Обратиться к нему с молитвой о помощи. И будет успеть 100%. И могу для интеллигенции вспомнить Оскар Уальда. Принц парадокса такой был. Он говорил, пессимист это тот, кто жалуется на шум, когда к нему в дверь стучатся возможности. Вот давайте за этим возможностей держаться. Мы победим, пессимизму нет. Брахава от слаха. Пессимист. Пессимист.